Поэтому женщины интуитивно всегда стремятся к чистоте. Они стараются, чтобы всё было в квартире чисто, и стараются, чтобы внутри было всё чисто, в отношениях, чтобы всё было чисто. Потому что у женщины разум силён в чистоте, а у мужчины разум имеет силу. У женщины чистоту, у мужчины силу. У мужчины разум способен пробивать судьбу, а у женщины разум способен видеть судьбу. Если судьбу не увидишь, тогда нечего пробивать. Часто мужчины куда-то устремлены, а куда непонятно. Женщина говорит, ты куда полезно? Вот там вот счастье. Он говорит, а там она для счастья. И пока по башке не получит, он туда лезет. Он говорит, да, ты права была, а счастье не там. Это введы говорят. Женщина – это сердце мужа, а мужчина – это сила жены. Целеустремленность жены – это мужчина, а сердце мужа – это женщина. Она чувствует, как правильно. А мужчина может туда пойти и победить. Если они сотрудничают, получается, что у них есть и чистота, и сила, и функции разума. Но если человек не содержит тактильную чувствительность, в порядке, тогда его чистота оскверняется. Например, если женщина нецеломудренная, она не имеет сил, чистоты разума. Другими словами, половые отношения связаны тоже с тактильной чувством. Это тактильная чувствительность. Половые отношения. Они могут загрязнять сердце человека. Если человек изменяет, у него нет чистоты в сознании. Чистота связана также с чистой одеждой, омовением. Каждый день человек должен мываться водой, он очищает свой разум. Разум становится в поле чистым, от омовения с водой, соприкосновения с водой. Что значит чистота разума? Это лучше понимать судьбу. Что происходит? Интуиция связана с чистотой разума. Если человек не совершает омовение, его интуиция загрязняется. Ему становится тяжелее воспринимать судьбу, чувствовать. Врежется он сегодня или не врежется. И так далее. Будет война, не будет война. Это все означает судьба. Очущение судьбы, они связаны с чистотой разума. Дальше. Чувство зрения. Оно связано с умом. По чувству зрения, по глазам, можно определить судьбу близкого человека. Например, если у человека взгляд очень напряженный, это значит, что у него тяжелый период жизни. Если взгляд стеклянный, такой, как деревянный, такой, тугой, это значит, что еще тяжелее период жизни. Если взгляд потухший, потухший, то есть у него нет силы в взгляде, значит, что еще тяжелее период жизни. Или человек не реагирует эмоционально на то, что с ним говорят. Это значит, что у него тяжелый период жизни. Потому что взгляд соединяет глаза, соединяет с умом человека. Его в уме находится, что характер, мысли, желания. Все это находится в уме. И через глаза все это видно. Люди влюбляются тоже глазами друг в друга. Они смотрят друг на друга. И через взгляд они соединяются с сердцами друг с другом, потому что это взаимодействие двух умов. Любовь означает это умственная энергия. Две судьбы соединяются. Судьба находится в уме, а разум побеждает ее. Люди влюбляются умами. Смотрю в тебя, как в зеркало, как в самоотражении. Ну, то есть, взглядом все происходит с помощью взгляда. Следующее чувство, чувство вкуса. Оно связано с получением энергии, счастья. Энергия получается через вкус. Если человек ест вкусно, он сильный, у него много энергии. Есть невкусно, становится слабым. Но если человек ест невкусно, но правильно, у него меняется энергетика организма в нужную сторону, приносит учащую здоровье. Поэтому такое есть понятие диета. Диета означает, что врач знает, в какую сторону направить энергии организма, чтобы улучшилось здоровье. Часто люди под диетой воспринимают желтки, жиры, углеводы. Причем ты на этом деле? Ведь они мыслят на химическом уровне. Они понимают, что человеку нужно менять характер, и тогда он будет здоров. И, оказывается, продукты питания тоже имеют свой характер. Если человек знает, какой характер имеет, какие продукты питания, он может убрать те продукты, которые связаны с его характером. Например, чеснок дает наглость человеку. Если он наглый, ему надо перестать есть чеснок. Значит, он еще наглее будет. Потому что там энергия наглости находит в чесноке. Ну, как пример. Видите, смешно, потому что почувствуешь, что это правда. Потом смеетесь. Если бы я сказал, что в яблоке наглость, вы не поверили. Даже чеснок как растет, если его посадить в огороде, знаете, он вытесняет все растения. Там уже ничего растений будет вокруг чеснока. Забирает всю площадь. Понимаете? Потом его не выкручиваешь оттуда, потому что, как бы, вот так. То же самое, хрен. Тоже такое же растение. На ключе. Даже, как бы, мы это используем в матерешином. Двигаемся дальше. Чувство вкуса связано с психической энергией человека, а чувство обоняния, нюханья, связано с грубым телом. Как связано? Если ты хочешь понять, как на твое тело будет действовать пища, тогда ее сначала понюхай, а потом ешь. Потому что чувство вкуса не определяет яд. Яд можно определить только нюхой. Микробы можно определить только нюхой. Когда пища отравлена, тогда на запах она отвратительна. Даже на внешний вид она красивая. Это самое любимое ему блюдо. Но я нюхаю и неприятно. Значит, есть не надо. Все животные сначала нюхают, потом едят. А люди сначала едят, потом нюхают. Чего так получилось-то? Почему такой запах? Ну, зачем надо сначала понюхать? Особенно, если пища не вами приготовлена, вы не знаете, откуда она взялась. Или на юге она быстро портится. Надо всегда все нюхать. Так же следует знать, что когда вы квартиру себе покупаете, надо тоже понюхать, как там пахнет женщине. Потому что и там может энергетика быть плохой. И она почувствует это. Ну, через запах даже. Новая квартира, может запах быть нехорошим. И она там не сможет жить. Когда у человека какое-то тяжелое заболевание в организме возникает, еще нет диагноза, он не чувствует эту болезнь. Но близкий человек может по запаху определить, что что-то не так. Запах человека меняется. Опасность запаха чувствуется. Можно по запаху определить, даже где болеет. Так, где делают собаки. Они когда хозяина, они обнюхивают, они начинают врезать в то место, где плохо пахнет. И там точно болезнь есть, стопроцентно. Ну, ладно, я так вам немножко разнообразил, лекцию разными вещами. Теперь движемся вперед уже. Первое, что вы должны узнать сегодня, самое главное, что... Веда объясняет, что есть два типа деятельности в нашей психике. Один тип деятельности называется внешняя деятельность, когда я ищу счастье снаружи. Я ищу счастье в объектах этого мира. Ну, то есть в работе, в людях, в детях там и так далее. Другими словами, мои чувства направлены на поиск счастья во вне. Веда объясняет, что это не самый лучший способ быть счастливым. Это тоже надо. Если ты ничего не замечаешь вокруг, значит, тогда какое счастье. Жену не видишь, как бы свое счастье не будет. Есть такой детский анекдот, что жена подошла к противогазе и говорит, как я выбежу. Мужу говорит, что брови выщипало, что ли. То есть он вообще как бы не видит ее. Значит, счастья не будет. Нужно обязательно смотреть друг на друга. Но чтобы изменить свою жизнь, не наладить жизнь и сделать ее счастливой, а поменять свою жизнь, нужна внутренняя жизнь, которой мы сейчас вообще не занимаемся. Никакого образования в этом плане нет. Мы вообще даже не представляем, что это такое. И считаем больше того, что это пустая трата времени. Внутренняя жизнь всегда протекает наедине с собой. Наступила грусть. Что ж, пойду пройдусь. Мне ее отделить не с кем. Вот, понимаете? Но это пройтись, это не способ победить грусть. Это в это время, когда человек идет, работает ум. Происходит мышление, человек обдумывает все. Но побеждает судьбу разум. Чтобы грусть убрать, нужно не двигаться. Не идти куда-то, а застыть, наоборот. Потому что, когда человек движется, действует ум. Запомните, когда человек застыл, когда действует разум. Разум всегда действует только с помощью звука. Поэтому побеждать судьбу нужно с помощью звука. Победа судьбы также означает достижение счастья или своей цели. А достижение означает бить в одну и ту же точку. Означает, что надо повторять одно и то же. Поэтому победа над судьбой или внутренняя жизнь означает, что человек повторяет одно и то же. Означает молитву. И человек бьет в одну и ту же точку. То есть он повторяет ее глубже, 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 глубже. И он при этом ни с кем не общается, сидит в одном определенном месте и связывает себя с объектами победы над судьбой. С объектами победы над судьбой. Если человек не знает, что такие объекты есть, никакого счастья в жизни у него не будет вообще. И Веда объясняет, что есть три категории объектов счастья. Каждая категория объектов счастья дает свою победу. Из каждой из этих категориев нужно связываться с помощью веры или чувства определенного. Давайте поговорим о первом объекте счастья, который дает возможность человеку победить плохое здоровье. Ну то есть болезни, плохое самочувствие. Победить ему усталость, болезни. Понимаете? Таким объектом, побеждающим болезни, является природа. Не каменной джунгли, в которой мы живем, а природа. Другими словами, это создано не человеком. Все, что создал человек, это все портит здоровье. Как ни странно. А все, что создал Бог или природа, все дает здоровье. И надо знать, как. Допустим, земля дает человеку спокойствие и отдых. Запомните. Если вы живете высоко над землей, соответственно, контакта с землей нет. Естественного отдыха нет. Нужно специально как-то контактировать с землей. Есть два способа контакта с землей. Первый способ контакта через память. А второй способ контакта с землей через непосредственное соприкосновение. Земля дает спокойствие и улучшение гормональных функций для женщины. Если у женщины цикл нарушен, значит, с землей контакт нарушен. И с водой. Контакт с землей можно получить только в услышав любовь к земле. Когда человек поет, пение – это самый лучший способ получить веру. Потому что во время пения, чем речь от песни отличается, во время пения больше любви. Когда человек поет, энергия любви включает разум. Потому что веды объясняют, что разум находится активен только, когда есть энергия любви или гармонии. Если нет гармонии или любви, разум не может работать. Допустим, вы пытаетесь ребенку объяснить грубо. Двойки нельзя получать. В это время разум в него выключается. Ему слушать нечем ваши слова. А если вы с любовью говорите ему о том, как правильно жить, тогда он будет слушать и меняться. Теперь вопрос сразу возникает. Почему вы грубо ему говорите? Потому что ваш разум тоже повержен. Когда человек говорит со злобой, с раздражением, с грубостью, это значит, что у него психика не справляется с ситуацией, которая происходит. И ваша неизримая, связывающая вас с ребенком, имеет плохое состояние, не дающая вам возможность победить судьбу. Потому что именно через сердце вы можете передать ему счастье, энергию счастья, необходимую для того, чтобы все поменять ситуацию. Допустим, он не любит математику. Что значит не любит? Не испытывает счастья от нее. И как, что надо делать? Надо сначала самому полюбить математику, потом нужно эту любовь в отношениях передать ему, и потом он вдохновится и сам начнет любить ее. Древние люди, великие люди этого мира знали это все. И поэтому одна женщина, это реальная история, подошла к Макатме Ганди и говорит, «Помогите, пожалуйста, у меня ребенок, кушает сладкого много, у него сахарный диабет, и врачи говорят, что если так будет продолжаться, он не проживет долго. Я хочу, чтобы мой ребенок жил долго. Помогите его избавить от привязанности к сладкому». Он говорит, «Ходите ко мне через неделю, я помогу». Она пришла через неделю, и он сказал ему, «Ты знаешь, не надо есть так много сладкого. Есть много других сладких вещей в жизни. Это сладкая улыбка, там он рассказал, откуда сладкий вкус брать, из отношений, там из улыбки и так далее. И ребенок бросил весь сладкое сразу. И она подошла к нему, «А что вы неделю ждали? Он же все это время сладкое ел». Он говорит, «Я неделю сам не ел сладкое, для того, чтобы верить, получить эту веру, которую я должен был ему передать. Если бы я ел, я бы ему сказал, не подействовало бы, потому что если ты хочешь поменять разум, то поменять можно только с помощью веры, с помощью носителя знания. Если человек чувствует что-то сам, он может это передать. Допустим, энергия леса восстанавливает силы человека, восстанавливает в нем иммунитет, дает ему возможность победить депрессию, стресс, дает ему возможность переварить ситуацию в жизни. Энергия леса. Энергия воды дает человеку гармонию с этим миром, дает человеку нежность, доброту, ласку. Энергия воды имеет женскую природу. Энергия земли имеет женскую природу. Энергия огня или солнца имеет мужскую природу. Энергия воздуха также имеет мужскую природу. Итак, для того, чтобы получить силы откуда-то, надо же знать сначала, зачем они нужны. Например, если у человека не хватает спокойствия, он не может заснуть, он чувствует себя напряженным, у него разваливаются суставы, значит ему не хватает энергии воды и земли. Если человек чувствует, что у него не переваливается пища, слабый иммунитет, туго соображает, если человек чувствует, что у него нет хорошего настроения, это значит ему не хватает энергии огня. Если человек чувствует, что у него нет тонуса жить, работоспособность снижена, значит ему хватает энергии воздуха. Энергия воздуха получается через ходьбу, энергия Солнца получается через контакт с Солнцем или со свечкой, допустим. Энергия Земли получается через контакт с Землёй, энергия воды получает через контакт с водой. Есть два типа контакта — через память или непосредственный контакт. Теперь, как работает разум? Он работает через веру. Допустим, вы не сможете думать о лесе, если вы не получили веру в лес. Вы не сможете почувствовать энергию земли, если вы не почувствовали веру в нее. Чтобы ходить по земле, по лугам, нужно для этого почувствовать силу веры от того человека, который ходил. Эта сила веры получает следующим образом, когда человек очень внимательно, с интересом слушает звук любви, дающий веру. Эта вера проходит в него внутрь и вызывает в нем энтузиазм сделать то же самое. Вы, допустим, можете прочитать книжки «Лес», это очень полезно, но вы в лес не поедете в результате этого. Вы скажете, у меня нет времени, но если вы услышите звук любви к лесу и будете слушать очень внимательно, впитывать, всасывать в себя этот звук, у вас проснется желание ехать в лес. Давайте теперь будем на практике это осуществлять. Кто из вас захотел в лес, поднимите руку честно, значит, вы услышали, а все, кто не захотел, не услышали. Надо понять, что слушание — это способ победить судьбу, а другого способа нет. Поэтому развивайте в себе слушание с верой. Если вы его не развиваете, энтузиазм попасть в лес не возникает, потому что энтузиазм передается от одного человека к другому, так же, как аромат передается от одного цветка к другому с помощью шмеля, так с помощью звука передается вера и способность побеждать судьбу. Если у человека не хватает сил в жизни, если у него слабый иммунитет, если у него депрессия, стресс, если он как бы чувствует, что у него нет сил жить, то прогулки по лесу полностью возвращают это состояние. Но гулять по лесу надо в определенном настроении. Люди приезжают в лес, резко начинают разводить костер, бегают, собирают грибы, пытаются там пожарить шашлыки, нажрались, напились, наелись и уехали. Они получили энергию лесу? Нет, потому что они в корыстном настроении там находились, контакта не было. Нужно бескорыстное настроение начать с верой. Ты должен там ходить и чувствовать счастье, поклоняться своим сердцем этому лесу, чувствовать природу, любить ее, понимать, желать всем счастья там, то есть бескорыстное настроение находиться, и тогда ты получаешь эту силу леса, вылечиваешься. Люди сейчас лечатся таблетками, то есть они находятся на другом восприятии мира, в другом сознании. Они понимают, что нужна энергия счастья, они думают, что химия все вопросы решит. А в химии нет энергии счастья. Если у вас химическое восприятие жизни, тогда возьмите просто белок обычный, это химия, покушайте. Возьмите обычный сахар, углеводы, покушайте. В обычный жир, поймите кусок жира, покушайте. Возьмите, покушайте кусок соли, и вы увидите, что это счастье не дает. Вы скажете, я так кушать не буду, мне нужны вкусные блюда. А вкусные блюда – это не химия, понимаете, это энергия уже вложена в эти блюда, продуктами питания, тем, кто готовит и так далее. Поэтому ваша химическая теория раздельного питания, жиры, белки, углеводы, она глупая, понимаете? Потому что она не учитывает самое главное, в чем живет человек, его психику. То же самое химическое лечение таблетками. Это просто блокирует энергию психики действия на тело. Но потом, когда таблетка перестает действовать, опять все возвращается назад. Для того, чтобы получить настоящее здоровье, человек должен идти в лес, он должен прикасаться с землей. А для того, чтобы это делать, надо веру в это во все получить. А веру получить непросто, это надо слушать, учиться, звук воспринимать. Давайте услышим контакт с землей. Хотите? С водой, с лесом получили. Кто-то захотел в лес, теперь гулять по земле. Пытали связь с полями, ногами, бродить в поля, чем не беспокоиться. И так далее. Мы можем все найти в песне. То есть можно найти связь с водой, даже энергию воды почувствовать. Такие песни редко встречаются. В основном люди поют какие-то глупости. Например, ты меня любила, разлюбила. Я тебя люблю, я тебя не люблю. Ну, что-то такое всякую ерунду. Но почувствовать сил, природы. Такие песни очень редко встречаются. Но они есть. Если поискать, поизучать, они есть. И можно послушать также женщинам, чтобы наводить гормональные функции, мужчинам, чтобы стать добрым, человеку, чтобы стать спокойным, чтобы обрести умиротворение в сердце, чтобы почувствовать гармонию с этим миром, чтобы почувствовать гармонию с разной погодой, природой, климатом, местом, где ты живешь. Для этого нужна энергия воды. Энергия воды тоже можно настроиться, если вот сейчас эту песенку послушать, внимательно с верой. Почувствовать. Здесь не нужен анализ. Некоторые говорят, а вдруг это неправда? Что тогда? Ну, тогда просто послушайте хорошую песню. Все. Ничего плохого не просидел. Представляете, если это правда, тогда вам захочется искупаться в проруби, и вы будете счастливы, получите здоровье от этого. Потому что контакт есть правильный. К морю синим. Ну, то есть, человек настраивается. Это женская энергия, спокойствие. Видите, песня спокойствие дает. Такое умиротворение, доброту, добрый голос. Чувствуете, да? Это энергия воды все. Человек настраивается, поет. И, кстати, получает сам здоровье, сдает здоровье другим. Итак, первый слой жизни – это контакт с природой. Если человек не имеет этого контакта, хоть пьет он таблетки, хоть не пьет, здоровья все равно не будет. Потому что здоровье зависит от энергии, которая поступает в организм. Есть энергия земли, дающая спокойствие. Есть энергия воздуха, дающая силы. Есть энергия солнца, дающая способность трансформации в организме. Переваривание пищи, мысли, мышления. Есть энергия воды, дающая гармонию со всем. Есть энергия леса, которая дает человеку стабильность жизни, побеждает его усталость, дает силы. Такое. Если вы об этом ничего не знаете, сидите постоянно в своей понуре, как вы определите, что вы не знаете ничего об этом? Очень просто. Если у вас выходной день, и вы просто смотрите в ящик, какая-то плотная попугая, помните мой фильм? Постоянно в ящик. Потом судьба его во двор затащила. Узнал, что есть там деревья, птицы и так далее. Вот. Понимаете? Ну, то есть, если вы сидите целый день в выходной, в ящик смотрите, это значит, у вас нет знания в сердце, где брать силы. И силы эти будут постепенно кончаться. Потом у вас что-то одно отрежут, потом что-то другое. Конечно, жить будет легче. Не только на нет проблем. Но подумайте, может быть, как-то по-другому стоит решать вопрос. Ну, то есть, человек должен через звук получать связь с природой. Можно слушать лес, получать этот звук напрямую от природы. Слушать землю. Слушать именно. Не смотреть, а слушать. Понимаете? Настроиться, застыть. Да, человек застывает, он вибрацию начинает чувствовать. Слушать. И человек получает здоровье. В древней культуре, допустим, женское бесходие лечили. Женщину закапывали на берегу реки. Там одновременно есть и вода, и земля. Да и энергии. Ну, естественно, не с головой. И она, и читали молитвы, направленные на гармонию с этими стихиями. И женщина, слушая молитвы, и находясь там, она наполнялась этой силой. У ней дальше организм сам, когда имеет силы, вот, допустим, если у женщины кисты, допустим, придатка, у нее просто не хватает силы земли и воды. Как только силы появляются, все кисты рассасываются сами. Организму не нужно для этого как бы неплохо хирургического вмешательства. Все восстанавливается само в организме, когда есть достаточно энергии для этого. То есть у меня был стресс в жизни серьезный. Я молился, но мне не хватало сил. Я начал гулять по лесу каждый день, по часу. Я быстро за неделю восстановился. У меня появились силы. Но я как гулял, я желал счастья в это время. Понимаете, главное, чтобы эгоизм работал правильно. А если ты по лесу идешь, все козлы меня обидят, вот, тогда ничего не получится. Ты не настроишься на лес правильно, где они будут как бы победы. Нужно настроиться правильно, это силу воли надо иметь. Я желаю всем счастья, я настроен правильно и так далее. То есть тогда человек сможет почувствовать эту силу леса, эту энергию. А если он думает о своих проблемах, только он ничего не почувствует. Пройдет по этому лесу и ничего не будет у него хорошего. Итак, первая сила, которую человек получает, это сила природы. Она дает ему здоровье. Есть вторая сила, слой силы второй, которая дает человеку успешную жизнь. Это энергия людей, человеческие сердца. Многие люди чувствуют чистоту людей. Они не верят людям, боятся их. И они не могут быть успешными в жизни, потому что успешный, это тот человек, который человечный. То есть у него есть связь с людьми. Он чувствует их доброту, чувствует их красоту у людей. Да тоже надо все это поразвать. Надо найти такого человека, который к людям хорошо относится, и слушать его голос. В результате ты тоже начинаешь к людям хорошо относиться. Понимаете, через дружбу, через отношения. Вот пример веры, которая спасает жизнь человеку даже. Не то, что спасает, а спасает жизнь. Вера в отношениях, вера в людей. И слушая этот голос, так как он реализованный, это не просто человек поет, он сам в этой ситуации был, и он поет, и он чувствует эту ситуацию. И также знает, что такое вера между людьми. И соединение этих всех вещей получает хорошую песню, когда человек поет, и ты чувствуешь, как это работает, как вера спасает жизнь. Вера спасает жизнь. Вера произошла. Он чувствует ее. Чувствует, что происходит, что она ждет, что она настроена правильно. Она верит, что все будет хорошо. Эта вера передается ему, и пуля не может коснуться его в это время. Потому что, чтобы убить человека, нужно сам ценить. Если человек связан с силой вот этой веры, эта сила не дает даже прицелиться в него. Понимаете? То есть, какими словами, веды описывают, в древней культуре это описано, что если жена молится за своего мужа, и она чувствует ситуацию, во-первых, в его жизни, связанную с ним в сердце. Если ситуация тяжелая, она в молитве побеждает эту ситуацию. То же самое произошло на Куликовской битве. Это исторический факт. Сергей Радонежский молился две недели, не спал, не ел. И он узнал о победе раньше, чем пришел конец. И он потом заснул. Это исторический факт, в летописиах описано, что так было. Успокоился, заснул, но чувствовал победу. Когда человек побеждает ситуацию, о которой он помнит, его сразу в сердце расставляет. Потому что именно сердце связывает нас с ситуацией с любовью. Мать, допустим, чувствует, что ребенок болен. Есть три стадии ощущений. Первая стадия — беспокойство. Означает, что у меня не хватает энергии счастья, чтобы победить болезнь. Энергии счастья, энергии знания не хватает, чтобы болеть болезнь. Кстати, мать беспокоится. Есть другой вариант. Мать чувствует, что все будет хорошо. Вот поднимите, у кого сейчас ребенок болен, но вы чувствуете, что все будет хорошо. Значит, у вас хватает сил. А у кого ребенок болен, и чувствуете беспокойство. Поднимите. Значит, у вас не хватает сил. Вот и все. Ответ очень простой. И есть еще третья вещь. Это когда человек не просто чувствует ситуацию, а воздействует на нее с помощью энергии, которая не принадлежит ему. Вот это надо очень хорошо понять, потому что все, что у нас есть, это отдается подсознательно. Канавчики сердца открываются и сами отдают энергию. И даже не надо нам об этом думать. Вот тревога означает, что не хватает силы. Посмотрите, ощущения двух бойцов, которые связаны с женщинами. Женщина всегда имеет силу побеждать. То есть женщина имеет благословляющую силу, мужчина побеждающую силу. Если женщина думает с верой о человеке, то он тогда не может победить. И, допустим, одна мать провожает сына и не имеет победы в сердце, она проигрывает своей судьбе, а другая провожает сына и имеет такую победу в сердце. Песня все есть? Слушайте. Как солдаты меня мать провожала, тут и вся моя родня набежала. Ой, куда же ты, Ванек? Ой, куда ты? Не хотел бы паренек, а солдаты? Красной армии штыки и чай найдутся, без тебя большие веки обойдутся. Как вы думаете, вот этот человек пойдет воевать, он победит или нет? Нет, потому что ему силы не дает никто, его, наоборот, истощают. Если бы она не подошла и начала мыть, было бы легче ему, понимаете? Если она подошла, стало еще тяжелее. Вот теперь другой вариант. Маруся от счастья слезы льет, как гусли, душа ее поет. Кап-кап-кап, из ясных глаз Маруси капают слезы на копье. Видите, он поет бодро очень. Потому что Маруся что ему дает? Счастье своими слезами. Она дает ему силы, победы над судьбой. И в то время, когда эта песня сочинялась, люди уходили не на три года в армию, как минимум на десять. Маруся все равно ждала и молилась. Итак, видите, второй слой жизни связан с людьми. И одни люди получают от людей силы и дают им силы, а другие не могут ни получать, ни давать. И поэтому они одинокие в жизни. Вот, допустим, девушка говорит, я одинокая. Это значит, что у нее нет вот этой энергии, знания, силы разума, как строить отношения с людьми. У нее нет контакта с этой энергией. Что ей нужно сделать? Ей нужно найти девушку, которая очень общительная. Она всех любит, она купается в отношениях с людьми и начать с ней дружить с этой девушкой. В результате этой дружбы, она когда с ней начнет дружить, что получится? Она возьмет у нее вот это вот желание любить всех и выйдет замуж. В результате перестанет быть одинокой, понимаете? У вас сразу может возникнуть возражение. А вдруг там, наоборот, у нее одиночество переймет и останется без мужа. Это возражение правильное. Поэтому веды объясняют, что есть три типа отношений. Один тип отношений, когда один человек слушается, Слово слушается, интересно, да? Что такое слушается? Это он значит слушает. Так, что входит внутрь. Слушается. Или еще другое слово. Послушник. Что значит послушник? Это значит, что он так сильно слушается, что он стал смиренным, его характер стал сильным, свиренным, послушником стал, побеждает свою судьбу с помощью слушания. Если один человек слушается, а другой человек дает советы, то это отношение называется с вверх-вниз. То есть один дает советы, другой слушает. Второй тип отношений, это дружеские отношения. Когда люди друг другу дают советы, и оба слушаются. И третий тип отношений, это когда человек слушает другого и принимает советы себе в сознании. Теперь вопрос. А если люди просто общаются, и они не слушаются, и не дают советы, то что это значит? Это значит, что с точки зрения победы над судьбой, это пустая трата времени. Это может быть хорошо для того, чтобы отдохнуть просто там на природе, там на-на-на-на-на-на, но потанцевать вместе, там что-то побалдеть. Но изменение в вашей судьбе не произойдет в это время. Потому что изменение в судьбе связано с разумом, и это означает звук. Или ты слушаешься, или даешь помощь одной из двух. Когда ты помогаешь другим, твой разум тоже от этого крепнет. То есть, другими словами, ты с помощью звука менять свою жизнь. Итак, мы разобрали с вами два слоя победы над судьбой. Первый слой означает здоровье, оно связано с природой. Если вы этого не поняли сейчас, значит, вы не сможете влиять на свое здоровье. А понять вы сразу не сможете. Для этого нужно слушать природу, общаться с ней, служить ей, слушать тех, кто с этим связан. Если вам, допустим, побыть с человеком, который живет в лесу, и послушать его отношения с природой, как я видел фильм, «Дед Сулу залаз», старый такой фильм, это человек, который всю жизнь в лесу жил, охотник. И он знает лес, он любит его, и он поэтому здоровый, у него очень много здоровья, ему 80 лет, но он продолжает жить в лесу, а его дети пытаются его вернуть назад, в дом. И он говорит, «Я там помру, я не смогу там жить». И он, в конце концов, удрал от них лес и стал там в этом доме жить. Потому что дом не дает здоровья, здоровье — это лес. Даже есть такая песня белорусская, что человек устал, по жизни устал, от жизни, и он как бы дома стоит в лесу, и он поет, «А я лягу, прилягу, край гостиницы старого». То есть на крылечке я прилягу, «Пускай мне накроет туман». Я как бы, впереди у меня холм красивый, надо мною березы, они шумят. «Я все это слушаю и буду спать всю ночь на крылечке, пускай меня утром накроет туманом». То есть человек получает здоровье от леса, понимаете, это очевидный факт. И он будет здоровым, всю жизнь сильным, потому что он обладает вот таким знанием. Его разум наполняется энергией леса, умеет. А если человек в лес пришел, пять минут постоял, посмотри, пошел назад, значит, нет связи, не может бродить в полях, ничем не беспокоясь. Его сразу беспокоят, он пришел в лес, в поле пришел, так, «Время, что здесь делать?» «Непонятно, что здесь делать?» И побежал дальше. Значит, у него нет связи, нет контактов, разум его не наполняется, энергия счастья, от леса, контакта нет, связи нет. И третий способ побеждать судьбу крайне сложен для понимания, потому что люди не знают о том, что это существует. Большинство людей находятся в полном невежестве, неведении о том, что это такое. Мы говорим сейчас, о том, что есть особый тип энергии, побеждающей судьбу, который исходит от особой силы, которую невозможно не описать словами, невозможно объяснить, это можно только почувствовать сердцем. Здесь вся логика и вся научность вообще заканчивается, потому что речь идет о Боге. Третий способ побеждать судьбу, это связываться с источником счастья. И это объясняет, что есть источник счастья, так же, как источник любви, источник знания, общий источник. Этот источник все люди воспринимают по-разному. Кто-то и воспринимает так, кто-то воспринимает так. Есть анализ, почему так воспринимается. Допустим, кто-то воспринимает Бога, как Аллаха, потому что таким людям нужна определенная сила от Него. если, допустим, взять и начать изучать, что нужно от Аллаха, то можно увидеть, что люди наполняются от Аллаха энергией смелости над силой, мужеством, способностью побеждать судьбу. И они поэтому говорят Аллах Акбар. Что значит Акбар? Могущественный, способный, Могущественный, непреодолимый, дающий победу. И поэтому эти люди, которые уверовали в Аллаха, то есть они думали о Боге, как о Аллахе, это в летописях описано, они побеждали все армии, никто не мог их победить, понимаете, они не обученные, простые там, гедуины разные, кочевники, они побеждали, обученные, победили целое войско, римлян, понимаете, целое войско, победили византийцев и так далее. Берсов, огромные обученные армии, которые всегда победоносными были. И они их разградули все, потому что у них была огромная сила веры в сердце. Если человек от Бога хочет смирения, хочет сострадания, хочет терпения, когда он становится христианином, потому что через эту веру к человеку приходит вот эта энергия чистоты любви. И в голосах людей, которые связаны с верой, они молятся, поют. Разные энергии, связанные с Богом, приходят к человеку в жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok,